Алкоголь это губительная отрава для всего организма. Знает об этом каждый, но пьющих меньше не становится. В качестве пропаганды трезвого образа жизни в России возродили неофициальный праздник, День Трезвости, который отмечается сегодня, 11 сентября. Праздничная церемония прошла и в Кмыазском храме Богоявления. Впервые Российский День Трезвости был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. Дада 11 сентября по новому стилю была выбрана не случайно. В этот день православные христиане отмечают День Усекновения главы, святого пророка Иоанна Предтечи. В этот праздник соблюдается строгий пост, включающий и воздержание от алкоголя. В современной России борьба за трезвость активизировалась в последние десятилетия. Если в том же 1913 году потребление алкоголя на душу населения составляло 4,7 литра в год, то к 21 веку этот показатель превышает все мыслимые нормы. Он составляет 18 литров в год на человека. Мне как священнику понятен ключ к этому вопросу, почему это все происходит. Мы же понимаем, что выбив из-под ног почву у человека, веры нет в Бога, веру в светлое будущее, социалистическое, коммунистическое, тоже уничтожили. Все, ради чего тогда существование? Где этот идеал? К чему стремится человеку? Вот и мечутся такие вот бедные души, непрекаянные, не зная, чем себя занять и где найти опору для себя. И как же тогда бороться с этим змеем-искусителем? По мнению отца Игоря существует лишь один способ – симбиоз молитвы и труда. Человек, активно работающий над телом и душой, не захочет тратить время и здоровье на употребление разлагающих его препаратов. Но самостоятельно побороть алкогольную или наркотическую зависимость могут единицы. Для тех, кто не так силен духом, создают богодельни или реабилитационные центры. Как раз с одним из таких центров – Никой. Храм Богоявления и его настоятель Отец Игорь сотрудничают на протяжении двух лет. Ребята, находящиеся на излечении, а также кто же поборол свой недуг, присутствовали и на сегодняшней службе в храме. Участие церкви в искоренении пагубной привычки, по мнению отца Игоря, только способствует выздоровлению и становлению человека на путь истиной. Многие попадают в этот центр, даже не думая ни о Боге, ни о чем. А потом уже попав сюда, они вдруг слышат, вот пришел священник, что-то там рассказывает. Первые шаги только к храму делают. Конечно, этот путь может быть долгим, он может быть и месяцы, и годы занимать. Но надо по нему идти. Пусть они будут падать, они будут, может быть, возвращаться к прежнему, нам будут опять вставать и пытаться что-то делать. А тот, кто просто живет вот этой жизнью и махнул уже на себя рукой и сказал, бесполезно с этим бороться, то их конец очевиден. Влияние алкоголя и наркотиков на жизнь человека всегда ужасно. Это брошенные семьи, самоубийство, дети-сироты, внутреннее опустошение. Просить пить или продолжать. Такое решение каждый принимает самостоятельно. Это кропотливая и трудная работа над самим собой, борьба за своими внутренними демонами. Но освободившись от пагубной зависимости, человек открывает новые грани и краски не только жизни, но и самого себя.